третья решающая карта друзья наконец-то нас отдохнули команды wayfarers против но баунти хантер посмотрим у кого окажется сильнее линии потому что хотя первую карту но баунти хантер тоже были линии сильнее просто они не смогли достаточно сильно своего соперника задавить но на 2 у них это получилось с вами по-прежнему форса смайл второе бы у 3 из 3 надо 2 цели 15 от 100 сезона 15 сезона в эфире да еще будет 3 best of three ну там нас уже с никиты сменит другая пара комментаторов а тут посмотрим что у нас творится в драфтах у нас вообще новые персонажи какие-то он дайнга наконец-то забанили не увидим этого персонажа и нигма появляется марси марси кстати сейчас очень часто форсит на корр роли да на трешечку там и керри появляется зачастую да там бегает тот же самый она любитель на это марси побегать но скорее всего тут она будет наверное в роли четверки до исполнять помогать там и нигме может быть на пятерку то что марси очень прикольно с алигу смотрится опять же закидывает под этим как и тени да вот наверное такие однотипные персонажи закидывает персонажа под эту тучу эдалонов и там под стану нигмы ты начинаешь фокусить комбайн рабочий как истине то же самое как с тосом так же так же происходит так что у нас дальше ну двойной пик суппорт плюс трешка есть марси 45 соответственно нужно еще один суппортик и скорее всего открыть мидер надо против бэтрайдера тоже бэтрайдер вряд ли на какую-то другую роль пойдет потому что если его брать на хотя у них 24 пик можно и по флексить между тройкой и четверкой ой между тройкой двойкой ну да в действительности если в миде будет какой-то прям совсем неприятный для бэтрайдера герои хотя таких наверное очень мало можно и вправду бэтрайдера поставить с никсом на линию для петушары но пока что тут варианта какие против бэтрайдера на мид это шторм конечно же мы не забываем про шторм спирита но и я повторюсь стойков на винтер виверне типа хорошо играет и он тоже может на виверне против бэтрайдера поиграть хотя я пару игр видел у виверна против бэтрайдера там тяжеловато но вот пак мы сегодня уже видели одно противостояние пак и бэтрайдера в котором бэтрайдер оказался сильнее но там команда которая играла с паком она просто настолько все плохо делала что там вряд ли в герои была проблема просто плохо играют да и упак нету этого самого неприятного героя не будет его самого неприятного героя против пака это sky да потому что есть уже никс есть уже нча и он не будет ловить тэншин сил на регулярной основе потому что скаи скаи очень жесткая контра конечно паку против никса тоже приятного мало играть но против каких-то комбинаций стан плюс sky mac это вообще прям беда для пака приходится и улы покупать а никто его покупать на паке не любят все берут which blade dagger там какие-то сэншкаи появляется ум не на это прямо в инчу ну как бы бэтрайдера типа подконтрить но не очень это хорошая идея как мне кажется сейчас опять какой-то просто doom появится у вайфер у них к тому же еще и last pick будет не ну тут на самом деле надо сейчас подумать хотят ли они взять дума сейчас или они хотят взять какого-то кора который будет против и нигмы хорошо на линии с ничего и стоять типа который прямо нигму вообще закроет просто дума запаха рожде и против омника и против и нигмы и против пока и вообще он рабочий вариант продаж поэтому мне кажется надо дума брать сейчас но там просто будут забанены какие-нибудь там бристалбеки алхимики и вот все такое но что-то можно она решили алхимика взять все таки даже если бы они брали сейчас дума бристалл алхимик банка отлетели скорее всего так но это алхимос и чё на лайн скорее всего и не к четверочка будет под какого-то рейнджа века но и бэт наверно миттл или опять же на тройку может выйти с бэтрайдером потому что мы мне night никс бэтрайдер в принципе неплохо должны тулайн поставить тебя посмотрим какой кор там появится закрывашка есть у фэрерс поэтому они могут решить что угодно минус войдет тоже тот самый неприятный носа соответственно с ларка забанили во вторую стадию против бэтрайдера мы по флейна пошли у дома надо убирать мне кажется их 8 секунд это надо мышление полка опять минус бист минус лекан ну ладно ну посмотрим она пера картишь был да у нас line up by трейдер пак да на второй трик прошлом матче а да 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 так было две минуты времени еще в фрс подумать очень быстро не пикают поэтому именно на закрываешь чеку тут именно можно все продумать все посмотреть все варианты опять же обсудить дискорде и сделать хорошее решение для себя но какой кэри может быть хорош вообще против того что набрали в эфир здесь курса ну да на самом деле правильно правильно хороший до вариант то есть он и дума тоже мешает потенциальному какому-то и против химика норм из бэтрайдера ну против бэтрайдера там может как типа стаки сбросить да уж это хороший вариант был бы очень много коров за баня на сильных морф остался какой-то морф фантом фантом фантома морда заезжает пошел героев стало ли хуже doom по моему нет нет там также великолепно залетает но doom и nix line славы ему это правда но там популить пачки можно пачки можно пулить но морф будет стоять на полном фрифарме о night stalker появился но вот так и этот хороший герой вариант тоже то он тоже как бы садится просто на герой ничего ему не дает сделать хороший вариант против пака и против омника это против всего мне нравится пику wave error здесь и против морфа опять же да сталкер очень хорошо контрат героев сманта ставлен коэффициент и дальше от наших друзей венлайн 151 основы фарс 2 30 на но баунь ханта ребят называйте панер по трансляции приходить получать фрибет до 10000 рублей ну конечно же ссылочка в 5 тоже высвечивается тоже прокликать можно прикольно stalker country да будет контейте тех суппортов контрит пока до который будет играть у нас без каких-то там сейф артефактов но и морда герас манты сманта стайлом он тоже закрывает очень мощно это правда если морфинг тут добирается до каких-то своих предметов а именно ему нужно ну как бы аганим плюс какой-то слот что он тут на разгон захочет линку захочет или какую-то или манту все-таки будет приобретать что манта тут тоже в принципе не так плохо но night stalker он не обращает внимание как ты верно отметил на эту мант он просто прыгает и все ну линка только против бета другого такого прям заглядания хорошего нет который может чтобы собирать что 5000 тратить на линка сферу кто есть новый алхимик с банкой да все вроде про такое страшного ну да здесь линка такое туда же наверное может быть в блоке бар стоит каким чуть ли не третьим слотом тут выйти тогда будет очень комфортно ну посмотрим нику на 1 по классике будет играть хотя здесь сбивать и нигме нечем вообще нечем она может сыграть здесь через быстрый блокин бар но наверное все таки первым артефактом как обычно рейд пакт будет залетать да и потом уже что-то выходить тебя здесь можно и даггер бака бы бы собрать и просто каждую драку закрывать поехали третья карта в фарис против но баунт хантер мы посмотрим кто тут сильнее во втором матче первого дня 15 сезон до доцел опять смачки а твой фарис и посмотрим какие вардики будут расставлено треугольничек наверное это все зайдет здорово это фб никуда он отсюда уже не уйдет хотя право 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 не прям ника рядышком казался смог да он ребаунда ну лишних полов никаких же не вкачали до лишний нет вот есть стан есть напалмы закачаны банка для алхимика только вот вкачано но вместо есть от спрея до чтобы на линии линию пропушить против против и нигмы как-то ну да не знаю сейчас просто рода будут да не страшно ничего по секьюрит любом случае не лет просто менее не вкачал грилл скрыт вот этот а так никто не качает его никогда на рунах там слишком там слишком маленький бонус сколько там дают баунтирун мультиплеер полтора то есть ты не 40 голды получишь шестьдесят за руку шестьдесят то есть ну как бы на одну руну больше уже приятно так а чё парпа в итоге 2222 до 22 у нас просто у каких-то у нас у игроков разные теги так за и нигмы здесь бегут она в тени шла она в тени шла она в тени шла не интересно что и нигма покупает себе баклер на первые деньги это делается для того чтобы дать ауру эдолонам на армор да прочее плюс 2 армора против и спрея соответственно этот баклер в чего он выходит у нас он уходит в владимир 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 выходит до рейд пакт все так и есть можно эдолончика переманить кстати сразу так и будет так и будет и этот эдолончик да вот этот он пожирнее 4 армора 30 30 дэмэджи у него приятненько-приятненько они чё тут хорошо конечно с ними разбирается вот многие почему-то не используют и ничего подобным образом я говорю о ранке матчмейкинге что там регулярно там видишь как и нигма идет на линию против чена или инчи казалось бы это очень тяжелый line потому что и чена и нича могут у тебя эдолоны переманить и потом душить других эдолонов и тебе шаталасхитить очень сильно мешает вот в чем проблема типа ты с первых пачек вообще ничего добить не можешь элементарно мы видим что-то 0-0 крипов сейчас у и нигмы надел хорошо гоняет да просто еще крипы не умирали в принципе но все равно добить хоть что-либо будет довольно трудно и dark lord тоже сразу агрессивно атакует ренджей чтобы не успел и никмо их задинаете эдолонами да как-то конвертнуть алхимы хорошо начал очень хорошо нича хорошо здесь секьюрит так как дела у нас на видим бетик 4 1 пак 6 1 но тут понятно тут можно даже не смотреть пока вот на топе на топе интересно у нас противостояния никс и сталкер но морс должен на фрис ставить прям полноценный фрил пока да пока качается лавал с третьего прям точно прям очень сильным станет на салкер вот я вижу что петушар он что на думе что на night stalker берет себе вот этот виндлейс на первые деньги в то время как именитые оффлейнеры сейчас брейсеры покупают один-два брейсера на на марсе мы видим стабильно на на думе один брейсер просто просто жирный на себя очень много ресурсов тратится чтобы убить ну да а тут ему же классно что вот купить два брейсера и просто стать крипов бить да и ты ему ничего не сделаешь а так мор вообще с огромным удовольствием с тобой трейдится чё у него омника он его подхилит а ты вот ресурсы потерял и до базовых и пориген у петушары хороший у его героя но все равно такое себе паш полетели уже моноберны от вампира по омнику омника кончается ресурсом тем временем как-то пак уж очень классный мит стоит я вижу 13 крипов у него 7 у бутрайдера вышка просто все сбирает из квадикс вообще что-то добить ничего не может покажет да тут неприятно не очень хорош старт так 10 еще стойкого так хорошо хорош мидер такой агрессивный лайнер лайнер неплохой ну претензии вообще на 1 на 2 карте к стойкову минимум с его лин и нам две игры подряд на линии играл все очень хорошо делал какие вообще нюки летят здесь никса по двоим попадают станом ману выжигает виде спиде опасно тоже для него вот замедление об этом подожди это же это пост 4 и нигма получается то что спиде оффлейнер и у него когти да 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 спиде оффлейнер а все я понял только я не понимаю почему тогда всех крипов пытается здесь и нигма добивать хорошо не получается 4 скрипов у него 1 4 1 4 все нормально все нормально спиде туда прессует так ну где action будет у нас к пассивная нас пассивные лайны надо ловла прям или какую-то агрессию ненужную топки под товара или что-то из этой серии так алхимик 10 стиков можно их спокойно даже выпить не но вообще если это энчантрес точнее если это марси тройка мне честно говоря даже пик дайер нравится прям марси тройка да ну вот то есть корольная единичка тройка есть чем поспейсить и я думаю что морф ну не будет зажат в этой игре у него будут вещи в этой игре скорее всего должны появиться так сейчас омник может здесь умереть кстати опасная ситуация так станчиком и влепить бы и войдом сверху накрыть но не стал это stalker делать хотя мог над ванюку было потому что стан довольно сильный у импейла ну вот могли бомлик спокойно убивать но не хотели не хотят до расклада до сих пор нет да да у нас 0 фрагов за пять минут довольно редкий случай для такой тир-2 сцены да когда никто фраги вообще не делает вот сейчас может будет stalker нас отправляется на кемп ночь как раз отступил пятая минута он просто быстрый он быстрый и на этом все у него нет брейсеров каких-то чтобы но дополнительный урон у него был побольше маны на войны и все в этом духе а сквадикс нашел флэша у него есть хэвэнли грейс но он отдаст форсблат скорее всего да и для патрайдера который все плохо было на старте давай на на торс переключимся 30 давай посмотрим что там ну алхимос 1 но не сильно 1 пока вообще все отлично как мне кажется вот ребята пытаются и до лунчиков сразу же бить не очень хорошо парк лорду он вводит под подходит это даблкил должен быть по идее сейчас dream coil даже без dream coil а опасно ну тут должны должны этот счет добирать dream coil он добьет и войны писта для стойкого но жалко потеряли мог бы на самом деле сразу влепить бы dream coil на вас былишний дэмэдж и возможно даже мамарсе не потеряли бы рассказал бы тут еще баунтер он тут забирает приятно приятненько но двойной урон для батрайдера на так сталкер во что будет уходить пока грыженные стики морф пока непонятно что у него ему тоже кстати можно какой-нибудь вот falcon blade придумать на night stalker как мне кажется шарник бы ему придумать по-быстрому шатка шоу очень жесткий для stalker я тоже на нем когда играю частенько можно подхилится прям красиво да да то он не то что хилит он и ману восстанавливает до то что проблему силовиков постоянно и ага точно еще ману это самый баланс за то что мама тебе еще дает если самое самое главное что ты забываешь забываешь то что нужно hunter динайд прожимать на крипов а тогда он просто вообще не тратит ресурсы бегает ночью и все ему не нужно никуда там тпш и так далее просто крипов жрешь раз там 20 секунд так там за петушарой тоже такая небольшая погоня и он быстрый уже на фейзах вся кстати ночь уже будет искусственная ловит просто эти адаптив страйки которые так немножечко хлистают его перекачку кстати в 2 берет морф что не совсем дефолт вообще для этого патча я часто вижу морфов с перекачкой в один чтобы один раз качать первое слабое хотя бы вторую надо иметь первых прям совсем словно и перебиваешь дэмэджем так карапасы рвутся под точнее койл рвется под карапасиками под коп от ну тут сквадик сказать и вышел на него лассо нет до сих пор на самом деле бы если бы никс прожал бы сейчас 6 тиков и феррик он бы выживал бы дал стан потому что там первый только вейненкрифт с маленьким сайллсом дал бы стан и скорее всего паку убили бы не подрассчитал чуть-чуть не подрассчитал и вышка упала на линии у enigma с марсе вот так вот хотя казалось бы этот лайн стоял довольно годно вышку упала это раз во вторых травела у бэтрайдера в третьих у него хаста он сейчас может быстро сейчас и себя сейчас начнется виду шине куда-то может побежать но он нынешне он хочет посмотреть что там по стакам стаков кстати никаких нет ну две шишки и сатир так по мелочи до забрать это все ну все вот линия свободно туда можно встать какому-нибудь саппорту спокойно качаться химик может уйти в лес периодически подфармливать там сам же химик мы видим что соул ринг игнорирует берет себе falcon blade отводит пачку крипов чтобы линия пропушилась в его сторону и пока идет прокачка но следующий какой-то макро мув наверное от хэппи дюрары должен быть синчо и да он должен наверное подойти либо под топ либо подмит скрипом попытаться либо стянуть врага либо как-то заставить его там оказаться петушара игнорирует саблю игнорирует вообще любые промежуточные вещи просто берет себе бкб первым слотом ну и вот если очень таймингово три блэкинг бара появятся у радиант они же просто пойдут и все убьют вот в чем наверно основная проблема да то есть но баунти hunter нужно как-то вот эти вот тайминги либо сбить максимально либо просто раскатить так стойков получит ли лассо здесь но успевает откинуть арбу посмотрел что тут в лесу в лесу ничего интересного пинча приходит в топ начинает морфа маленечко так щемить телепортация на крипа но это просто попытка выгнать морфлинга отсюда чтобы он тут не стоял до что убеди браток давай лес качай все это вышка теперь наша второй тавр будет забран в боте пытается марси через ультимейт с идолонами забрать тир-1 вышку химик если спрейм этого сделать естественно не позволяет и тут должен сейчас пак оказаться чтобы этого алхимика как-то на землю опустить и вот уже бегут бегут прямо на опережение но не ульта есть все то же самое делали смартфон делают алхимиком сейчас ну да и там по идее кэфы до должны быть 1 и 3 новый фр раз 2 и 9 на баунти хантер от наших партнеров инлайн до 10 тысяч рублей фрибет кликая на баннер по трансляции друзья вы получите если вам повезет ну как бы 10 тысяч рублей если бы повезет а если не повезет то меньше так катапульту в центре x добирает кара пасеки в двадку приятный билд все есть сейчас она тут в центре стоит тут уже стойка фарбут не даст но дурака пытается поймать просто откровенно до своего соперника никс но зато в спину заходе смотри оппа станчики него что по black hole black hole койл пошел в них саниx кара пасеки кд 13 стыков есть еще феррик ну дэмэджа да не хватает слушать просто есть хватает дэмэджа heavenly grace на себя у мне кастует вышка падает 3-1 вышки только что потеряли пространство для морфа сужается очень сильно сужается играть пока что особо негде как мы видим тоже и долонами подвиживает кара пасеки nix использует в этот раз своевременно на стойка в shift спрятался тоже хорошего пока не так просто на кара пасах поймать хорошего пока хорошего много ли старых парков ты знаешь да имена у манус м гпк солны сэм гпк солны сэм гпк наверно достаточно есть еще какие-то которых я не подумал так спиде здесь подкоп получает сюда телепортируется не все сразу омника цепляем хэмли грейс на омнике хэмли грейс до слухой ультимейт так что на хэппи дюрару тут вышли хэппи дюрара хочет грыжин и владмир себе купить мы часто с тобой видим как я неча бывает настолько большая так она сталкер зачем-то ультанул убивают омника и сейчас еще из-за диварды здесь можно он пытался варту брать его за это наказали но надо и отдали голду все-таки не хочет спиде тут дальше пробивать а тем временем это все space это все space не забываем для алхимоса алхимос уже релик имеет затаривается потихоньку 3600 золота у него три топовых над ворсу команды рейдинг ну да это очень мощно в форс то шара почти с бакенбаром тоже ему там голды 800 остается примерно полетят как раз будет рейдинг стал химики но наверно дальше продолжит форме да с этим рейдинг сам какие-то еще быстро там себе артефакты сделает а вот битрайдер со сталкером из как раз при помощи там никса и чемпус они куда-то полетят до химик тоже пойдет хотя я не знаю просто он сейчас вы форме тратик а потом наверно бкб да и насколько это вот он в тайминг попадет вместе с над сталкером так вот хэппи дюра разобрали корр энчантрас конечно точнее корр марсе она очень хороша против энчантрас она ультой своей все равно бьет очень быстро да там тебя не спасает аура твоя пассивочка он дачу был чуть не погиб просто сейчас у него карапа это самый транквил заработают но ему маны не хватит мид подэффать наверное придется мид отдать здесь глубоко морф играет очень глубоко и вы ой-ой-ой-ой так проблемы сейчас могут быть в форм начинается перекачка команда очень далеко удар с виндетты подкоп монобёрн лассой есть маны нет типуля пошла домой дам загулял загулял перегасил начал но там и нчу тоже забирают но и нчу поймали в очередной раз и вышку при этом забрали команды не без стоп дожди дожди там дэмэджа нет там дэмэджа нет и не поймали а он еще и с локи там капец реально дэмэджа не хватает ну вышку хотя бы забрали ладно нет худа без добра как говорится но морф да ему нельзя так загуливать ему нужно просто чем больше он таких ошибок совершает тем позднее у него появятся вещи а игра команды radiant выигрывается за 25-30 минут таким драфтом то есть химик набрал набрал шмотки пошел подрался бкб реализовал забрал первого рошана пошел еще пофармил забрал второго закончил выглядит это обычно так они 15 минут один из готов опять лепить урара вот говорит давайте парни вперед нападайте на меня я хочу чтоб вы меня ломали и black hole я я и дэмэджа много убивают в итоге и нигму на stalker вынужден отсюда убегать лови дремкойл начинает мансовать чтоб марси его не била там ник здесь рядом карапасы жмутся подкоп мимо но пришел химик плохо иллюзий скастовал стояк с рейденцем пришел будет сжечь дедай дедай там своих крипов у нас и нигма пока в таверне сидит не дает алхимику лишний раз формились радика забирая здесь vision ну stalker не забрали уже хорошо stalker шар подлетит за счет да он может очень на базу не бегать на он вперед пока бешки все-таки решил он бить шарт ну не не шар там прямо с хэв бежишь он сына мана сейчас фуловая будет сразу понятно сколько ну и мада сколько он там останавливается 25 процентов от максимальной маны и здоровья 35 пм все так все так то есть по сути два таких куся и ты в фу хп практически 70 до всякого бы нигма очень блекло смотрится вот нигма если не core позиция и соперник тебя давит тоже шмоток нет блэкхолл нормально не дать чего делать вообще на этом герое вообще в таких играх коры нигма просто стоит на каком-то лайне и постоянно вызывает идолонов и толкает линию туши негде формить даггер себе приобрел аппетерары дальше едет колокол и холли локет есть капли есть третий третий хилл можно напрягать здесь так опасно для пока 3 сайлл возможно умрет оба скидь блэкхолл пошел но сразу же отменяется за карапасов отличная работа от никса но на самом деле он тут карапаса нажал что пак на арбу не ушел как бы не думал мне кажется что бы колодз отменят здесь 4 4 до рашан плюс рашан опять же 4 10 спрей такой ничьи там нету лайстоуна а нет не хотят не хотят рашана просто дальше фармить будут бкб летит на stalker это уже приятно будет 2 2 ночь у него опять же искусственная но не знаю морфу будет очень трудно эту игру утаскивать вот прям не не в темпе сейчас алхимику будет опережать прям в разы еще одна такая драка и все красиво здесь не действует просто ломает сразу дремкоил на карапас и пак ничего не может когда ты на паке в роли отстающего никс конечно игру прям руинит откровенно тебе у нас stalker есть blackking bar он не боится тут поймать какие-то спейлы лишние всегда если что нажмет бкб выйдет и очень сильно зажимается карта прям очень сильно так stalker спину летит это с бкб драка было колонит ничего нет да heavenly grace heavenly grace да плюс ультимейт омника но идет щемление ну мы видим что дайр вообще ничем ответить не могут просто у них тупо ничего нет просто приходит морф говорит хватит тут бежать мою команду и кроме со превращается красиво остались тут что-то может конечно и получится удар правда не теряют марсе сейчас у пока через пять секунд будет прям койл может превращается обратно в никса пока что он фармил только манту очень толстый герой в фр опять же тинча бегать по холли локетом 4 хиллом этот дикс под карапас им постоянно бкб на сталкере батрайдер бкб и ну и соответственно алхимик бкб ультимейт да все это тоже у нее есть 3 блокин бара 19 минуте точно педерар опять поехал не дает просто к лесу фармить морф проседает сильно по фарму прям сразу с вендеты ударил омника никс ну чтоб он там не начал вот эти свои танцы опа ошибается здесь кажется дарклорд или не ошибается погоди бкб плюс ультимейт дэмэджа маловато марси получает стандарт лорд здесь отступает на карапаса какие стан прекрасный просто от никса все попадает по вражеским героем вылетает петушара минус марси а химик регенится алла соми марпа но вообще это был хороший игровой момент можно было попытаться убить алхимика если бы они его убили это был бы легенький такой камбэк но мы видим что тот момент где но баунт хантер про играли игру ну скорее всего да потому что темп окончательно упал вообще ниже плинтуса 30 за 30 секунд химик сейчас все вообще следующий слот купит пока мор в таверне вот он купил дагер и сейчас еще где-то косарик наверно на фармит просто забрав вообще вот следующую пачку крипов плюс весь лес это мои маленькие да тоже сейчас быстро зафармит но сейчас у него 100 100 голды сколько не добил крипа с флагом ай-яй-яй как так дарклорд еще страшно сразу тильт ловишь когда этого крипа но вроде просто это как этот крипси просто как два крипа но ты все равно тильтуешь от того что значит ты его не добил такой боли это да пачка через 400 голды в общем вышло 385 у кэфы конечно от наших партнеров inline там уже совершенно не интересные девять на но баунти хантер 1 0 2 на вейферов я конечно видел одну игру где алхимик проиграл с такими коэффициентами но мне кажется это явно не та ну и баннер по трансляции ребят фрибет вас ждет до 10 пошли 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 вейферерс на рошана помешать им этого рошана забрать но баунти хантер ни в каком ну как бы состоянии не могут у пака ну пока это единственный дэмэдж просто вот саппорта такие да омник плюс enigma если вы лайн и проиграли у вас просто нет урона вообще ни на что тем более на таких толстых героев как ты верно отметил инча там под хилом под локи там дрибла кинг бара все прыгают летают зафиксировать героев не получается дэмэджа влить не получается до фиксации там до активации блэкинг бара но от марси купила бкб может с марси что-то вот тут получится но она купила бкб но нет дэмэджа прям нормального тиммейт нее на втором уровне дает просто четыре удара до урон от пульсации соточка да чуть побольше урона в области не надо она неплохо дамажит она неплохо дамажит но опять же но этого недостаточно одной марсе реально слишком мало ну что даггер у инигмы с другой стороны появляется понимает мэрию что марфу загулял опять его нашел никс кажется просто вместе с бэтрайдером его убили тоже лассо потратили но естественно но тут сталкера тоже поймали хорошо доигрался молодой человек ну и что драка будет хаппедерара заход на рамку минус омник ломай меня на горе ломай меня я артизе пуш штоп тавра на морскаде у нас фармит вместо аганима тут сказать это предмет хороший хорошая игра карапасами тоже от вампира но аганим просто дает тебе он очень сильно ослабляет врага в которого ты нажал ульт очень сильно бафает тебя при этом то есть его есть смысл купить он дешевле скади и опции конкретно в данной в игре где ты отстаешь он тебе даст намного больше просто ультануть в химика получить с него с пылы его ослабить и может быть как-нибудь вы справитесь сказать тебе вообще ничего не даст побольше статов побольше урона но этого настолько будет недостаточно что но он у него заберет сопротивление эффектом ну да он же забирает что там силовиков сопротивление эффектом и ловкость скорость атаки интеллект дополнительного рана заклинания до это мощно да себе тоже вот и но он всего химика украдет дополнительные сопротивление эффектом себе он 40 процентов сделает да укража сопротивление эффектом 40 процентов это мощно опять-таки флосова против крапаса у него опник есть который и так это даст но все равно это жестко линза появляется у них са них са нападают это хорошая цель над сталкер ультует подцепили марси марси пока вы активировать не успевает подкоп мана бёрн лишний удар с вендетты такой чтоб уверенно добить героя погибает стойков погибает сейчас еще и мэрию скорее всего как конвер ну да да то есть вот попытались хотя бы никса забрать но наверное стоило в него койл дать что там кираса на подлете как я понимаю до фуловой уже для алхимика вот 40 уже не пробьешь только магии пока он в ультимейте а избили тп морфу морф принимает форму нейт сталкера но летать он не умеет может только вот руки скастовать вот эти страшные там где-то сквадикс уже просаливает он не просаливает падает еще он просто он не не обратил внимание на умни найт оставил у них су и просто летел дальше за на грамотно решили днюх не уходит отсюда морфи никаких вообще раскладах но это тимой получился до такой в разных частях карты там 3 здесь еще плюс 2 химик даже не не принимал участие в этом во всем есть раз алхимик 2 раза больше ведет у нас алхимик на на фомы это не 2000 на 1000 до где-то преимущество даже там не 5 на 2 500 это 20 тысяч на 10 тысяч до очень много тут конечно потенциально скейлиться можно очень далеко вот мы часто видим как алхимик упирается да в потолок по скейлингу так что по карапасам никса забрали жирненького такого 700 голды получили за него забрать и сталкера нет 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 отходить надо отходить ничего нет без никса не хочется драться все таки он такое много дает в драках и нигма там из блэк холла можно закастовать можно получить такой камбэк неплохой вот веточку так ну что рошана нет это раз а и гис падает через 20 секунд алхимик будет формить скади мне кажется настолько сильно лидируют сейчас радиан что им даже не обязательно этого рошана ждать они спокойно могут подраться и без вот этого преимущества видео егиса к тому же у химика как раз вместо а егиса скади в инвентарь помещается и все у него нет слотов стакуются ребята поближе к друг другу приезжает в рейс пакт и выходят смоуки в фр искать соперника на тройке в первую очередь они будут есть скан если что он его нажать на сталкер влетает есть дагер на енигму садится есть воет и нигма не уйдет отсюда лассо в омника просто уверенно забрать героя и обрезать хоть какие-либо шансы для соперника для ответного удара 2 курьера просто убивают на базе ну петушара да уже откровенно тут подрофливать начинает петушара а я кстати вот не видел на самом деле какой состав команд на этом до цели но мне кажется что вот командам которые играют на тир-2 тир-3 уровне это до цел наиболее как бы по силам потому что у нас все предыдущие вот эти до 2 цело они как-то знаешь всегда забираются приглашенными командами марсе ультует пытается атаковать батрайдера микс в таверне мэри ю даст ли блэк холл сейчас койл работает ультимателл тайгер сбивается регулярно ток-ток-ток нормально тут дир-дирару долбит надо отходить холли локет хорошо проживает ультимателл холл сейчас внутри в одного насть сталкера не дать там пока бы еще пока бы выражать но это так вот можно да без текса опять же до боевать не хочется ну неплохо неплохо опять же хорошо все ну да очевидно что ребята откровенно говоря переборзели вот с таким с таким влетом по поводу до 2 целый приглашенных команд да у нас здесь групповой стадии будет играть не сверх именитой команды но и приглашенные команды тоже будут не супер вал а ты не знаешь какие просто узнаю знаю знаю потому что все команды там готовится к интернешнл и так далее на буткемпах то еще что делает cybercats так тим тим импайр хоп луна гейминг и вот на самый из таких мощные да ребята брэйм ну высокое место точно можно занять то есть импайр хоп cybercats и луна гейминг это не команды типа bb там какие-нибудь mind games которые с первого диву хоть они играют плохо да но для вот таких вот коллективов это соперник очень серьезный брэйм и плохим какие-нибудь гейминг гладиатор с которой тоже время сильные брэймы сильные cybercats тоже последнее время разыгрались неплохо так все все разыгрались да они на квалах неплохую игру cybercats показывали не так далеко дошли правда как хотели как хотелось бы снова минус химик здесь пытаются цепануть еще героя нет не получается последний этот ауэр снести на миде он раздражает он очень много дает ребятам из баунт хантер и после этого на рошена просто выйти так и так и сделает честно пошла атака безомника ребята идут сражаться спиди умрет сейчас не успев добить битрайдера прыгает night stalker дальше цепляет пака будет ли хоть что-то помочь этому паку нет моноберн отправляет стойка в автоверну карапасы в midnight пульс станет мэрию и нигма тоже отправляется отдыхать морф в этот момент пытается фармить все безопасную как ему кажется безопасную точку но читают это игроки а он перекачку нажал неудачно еще на этом моменте на самом-то деле уже можно даже сдаваться потому очередной чем вайп до байбеков ни у кого нет и сейчас упадет как минимум одна сторона ну ладно на вторую не пойдут то что глиф обновится трон ты тоже не пойдешь вот сейчас наверх можно пойти да сейчас вот таких вот игр знаешь где ты можешь просто после одной стороны в трон пойти их стало минимум вот прошлом патче было реально крайне много с этими вот брестал бэками которые просто наш первого рошана забрал драку выиграл и все и конец игры то есть минус 103 минус бараки минус трон сейчас уже так не получится потому что второй глиф после обновления ну как бы доты он появляется когда первая вышка падает да на своего так сказать вида 1 тир 1 вышка 1 тир 2 вышка 1 тир 3 вышка вот и ты уже в трон просто пойти не можешь смоук отчаянный от команды дайр пока нет ночи у night stalker а смог последней надежды нарваться как-то дать black hole видят химика кстати скорее всего позицию заняли wayfarers очень хорошую на своем варде напали black hole все пошло минус химик должен быть здесь отличная атака да благо реализовали но химик выкупается что делать теперь непонятно превращается в них сам морфлинг пытается забрать энчантрас выходит это сделать но погибает никс просто забирает с вендеты пока он там перекачивался пока он форме был в этой да возможно да 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 его просто забрал моментально но это все это гг это конец это гг химик правда без байбека да да ничего страшного но он сейчас аиге заберет и химика забрали только потому что в него дали вот такой вот black hole отчаянный который это отдать сложно но химик кажется коллет не рошана а коллет вторую сторону что скорее всего правильно потому что в чистом поле дайр вообще никак не могут драться вот это было чем более а на хай граунде могут поэтому лучше забрать вторую сторону и после этого пойти на рошана потому что соперник вряд ли там сможет его и повоевать ночи stalker есть как раз быстро сейчас заберут них тут пытается сам прыгать цепляет героев пытается оникса уже тоже не взять опять же он с и он диском нулевая появился он от stalker я вообще не заметил как петушара его так быстро собрал я не прокликивал его не видел что он покупает этот предмет но он просто очень сильно снижает шансы команды но баунти hunter на камбэк что все эти фаршали грейс и ультимейт омника они все диспелятся их нажать не можешь ну что еще одна драка да еще один смог последней надежды в этот раз правда без блэк холла там химику можно взять а шарты и накидывать вот этот поушен да на сталкера будет зонят своего соперника вейперс и боятся подойти просто к этому рашану на там барак еще сверху падает близко всему рейнжовый помаленьку потихонечку катапульта доберет не успеет сюда подойти скорее всего вряд ли на пак сможет справиться на катапульта добирает один удар 10 хп минус брак но и вниз последняя сторона все есть так как ему отдали шарт 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 битрайдер наверно да стики напал или не уже был свой сталкеры есть да он делся ну скорее сюда батику вылепили а нет вот шарт валяется в рушпите и его идет за них забирать забрал но у него шар такой не очень хороший на самом деле чуть больше скорости в вендетте и снижение маг резиста 18 процентов приятно такие мелочи да напали на ничью быстренько ее забрали у огрызаются как-то но у баунти хантера здесь не опускают можно пытаются пытаются что-то сделать цепанули бата бат просто пытается уйти телепортом дэмэджа не хватает у марсе был башер но она что-то ни разу его не забашила за серию атак она же попала по нему там пару раз не проплатил как говорится не проплатил да какого уровня компендиум у тебя друг маленький а сейчас будем выяснять а тут сейчас не показывают да странно раньше показывали когда в капитанс моде заходишь там можно посмотреть у кого какой уровень компендиума как катакомбы прошел я просто 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 на героях играю на которых побеждаю в дот я как-то не обращаю внимание на эти катакомбы да там с этики такие честно проходные но у тебя мотивация просто появляется жесткая и играть на этих героях которые там на всех когда в катакомбах закрывать я жду компендиум исключительно из-за катакомб чтобы в доту можно было поиграть делики по выполнять вопрос что мешает валв добавить что-то подобное на регулярность на регулярку в деле да просто да ну то есть ну то есть просто что будет как во всяких там хардстоунах и прочим ну как как людей мотивирует играть зайди хотя по одну катку в день типа сыграть знаешь да у тебя деле тебе надо выиграть там на каком-то герой зайди и сыграй одну катку в день ну не выиграешь ну ладно ну зато ты или или просто хотя бы сыграть на ради там чего-нибудь на и онлайн будет всегда высокий какой-то будет онлайн держаться а там как говорится где одну катку сыграл там и вторую сыграл потому что это дот что ты сыграл проиграл ты такой а чё в смысле и если выиграл ты сыграл еще одну если выиграл стрик идет победный надо еще одну и ты потом до первого поражения играть но это 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 хорошая стратка но у большинства людей стратка это проиграть 10 и потом ну как бы надо же еще сыграть потом выиграть один стоит ну все хотя бы вы и войти там либо победный стрик до первого поражения играешь ли будь лузовый стрик буду играть пока не выграю и тут уже неделя прошла так хочу за пауза на два игрока дисконнектнулась да нет один один только никс 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 все зайдет как раз xs vampire ну вообще дело техники 30 тысяч добить ну да да тут наверное даже если никс не зайдет его как-то подконтролить можно вообще я ну не помню как на предыдущие годы было но в этом году огромное количество игр заканчивалось техническим поражением на квалах просто потому что людей интернет падал там в южной америки игры две точно даже возможно три по моему в юго-восточной азии тоже какая-то катка так закончилась но извините что может быть где-то еще какие-то катки были где я просто не увидел лишь не все не прям все игры смотрел ну прям очень много реально вот закончилась игра игру так вот самая главная проблема киберспорта всего это технические неполадки не травмы и там ничего технические неполадки нет интернета ты не можешь играть ну да так поехали выход нас на третью сторону батарейдер там уже начинает пушить и моментальный смачок у нас как раз от вайфа и раз пытается найти здесь может быть но баунтихиатры захотят принять драку до какой-то может неожиданную там за счет блэкхолла что-то сделать пытаться как-то ну слушай у никому бкб есть вот это о чем мы о чем я во всяком случае не сказал и не видел как не обращал на это внимание но контроль это в бкб никакого нет стиле отечеями и не гами стоит прыгнуть дать хороший блэкхолл и radiant все умрут туда ну может быть не все умрут по шумарфа при мне тонна дэмиджа там только скади и монта но многих ты можешь там да подкосить отбиться получится церковь случае это мы должны читать это посреди то что у энигмы есть бкб они должны понимать я согласен поэтому задача найт сталкера просто как-то вот на энигму что называется сесть и даже если ты и нигму не убьешь за время действия блэкинг бара твоя команда может попытаться атаковать от смог все внимание на мэрию перекладывает базилу кстати да смог нажал сразу базилу переложил вышка падает постепенно времени но на самом деле не так много потому что ломает катапульта крипы так цепанули марсин у него огромный стат рез есть диспейлили хэвенли грейс марси очень быстро умирает есть байбек пошел блэкхолл только по найт сталкеру этого слишком мало он выживает крипа получает ресурсы найт сталкер тут же выкупается проблемки у энигмы и нигма выходит прыгает никс пытается убить мэрию ну и это бесполезный килл потому что ну и нигма нет плохого она больше ничего не может ахимик спавнится после и гида отличный подкоп от морфлинга по двум героям выкупается от морфлинга от них конечно же морфлинг выкупается никс погибает у него и диск уже прокнул пошли байбеки от рейдинта дайр начинается такая очень-очень неприятная ситуация до секунд 15 15 остается до формы ничего нет плохого нет ничего но драться не чем ганит кайла тоже наш марси марси это львиная часть урона вообще пика но баунти хантеры последний барак падает мэрию запрыгивает станет пытается хоть как-то выиграть время пак попадает под 2 неудачным лекарства и это конечная для команды но баунти хантер дгм я ну 38 минут все-таки как-то ковырялись знаешь то есть не не прям чтоб уж безнадежно вообще серия получилась достаточно такая ну интересно я бы сказал с точки зрения близости противостояния кэфы у нас были наверное даже в этом матче скажем так с более явным фаворитом но предыдущая серия там просто 2 по 20 закончилась хотя там был там что-то типа 1 и 5 2 и 2 здесь но баунти хантер очень хорошую игру показали у них было два стендинга вместо двух привычных для них игроков но я не могу сказать что со своей со своей командой они смогли бы сыграть лучше потому что ну как стойков он довольно неплохо играет а как там прайза я не знаю какой магнус выкатил бы нам и посмотрели бы на него ну может быть а тогда ну классная серия была в первые две карты вообще супер интересные были третье в одну калитку тоже здесь было все продумано как-то они очень легко эту карту провели и stalker там сверху неплохо отстоял алхимика все было идеально до снизу ну и бэтрайдер вот мы смотрим как раз таки на статистике ноль раз умер опять же великолепный град сквадик саннар на мвп этой встрече будет но что он все три карты прям очень хорошо здесь отыграл что будем прощаться наверно завтра также вернемся в 15 по московскому времени со вторым днем 15 сезона d2c и а мы с вами прощаемся вру третья игра еще сегодня но мы с никитой прощаемся да вам вернемся уже ближайшие дни так что всем пока увидимся в эфирах всем пока